еще раз возвращаюсь к системе царствования на нашей русской территории у нас есть конечно здесь куча предателей предатели эти все время возбухают то они становятся последователями романовых то они борются за великих князей то они дают им почетные караулы то они им дают самолеты то еще что то я напомню что когда великая княжна марии генцолерн который почему-то считает себя романовой она была здесь лет так 10 назад более активной то она брала самолет нашего премьер-министра в то время дмитрия медведева он давал государственный самолет об этом писали об этом показывали фотографии где она стоит на буквально на трапе этого самолета она разъезжал на этой карете за российский бюджет за наш за русский счет по всей стране и по соседним странам делая вид что она полноправная наша какая-то царевна на самом деле я вам напомню что она конечно никакая не царевна ее по моему отец или дед я уж сейчас не помню он выступал на стороне гитлера он финансировал гитлера этих фотографий навалом в интернете все они есть воспоминания тоже есть где женщины из этого рода сбрасывали своими деньгами и украшениями чтобы только дать гитлеру денег чтобы он больше купил военного снаряжения для своего похода на россию и весь этот поход естественно финансировался в том числе и из этого клана так называемых романовых кому сейчас надо чтобы они здесь бедокурили куролесины непонятно но они здесь все время лазают и лазают и причем не только они здесь и другие члены королевской семьи все время оказывается в нужный и ненужный момент я помню там один из старших товарищей уши по именам то не помню у них фамилии то нет вы сами знаете они все ведь герцоги великие князи а чего непонятно от чего так вот когда здесь этих гоняли гошу с машей то тогда какой-то их член уже смотришь только утром новости открываешь а он уже в мурманск там на какой-то военной базе его мэр мурманска то время мэр мурманска он его уже там хлебом и солью встречать и думаешь ну нифига себе то есть мы оккупированы что ли это и англии не поймешь самое интересное что здесь права на престол у него нет его этот дед или отец я не помню еще раз повторяюсь он его потерял потому что он побежал за какой-то теткой женщиной извините прошу прощения он потерял ради нее все права и там какие-то все их эти брачные линии получилось так что привели к тому что эти романовы вот это их линии хотя они и не роман но раз уж они себя считают так называть чтобы было понятно ком идет речь они потеряли все возможности для возвращения к престолу с другой стороны с другой стороны этот гоша он на самом деле тоже сообщал сми он стоит в очереди на английский на британский трон и находится он в этой очереди где-то 104 105 ну может быть в последнее время подвинулся куда-нибудь в одну или в другую сторону потому что сначала там кто-то рожает внука в королеве а в конце там кто-то еще и умирает так что это очередь такая живая но она двигается тем не менее она показывает что у него есть какие-то права на такой вот виндзорский романовский престол и там они как-то учтены но у нас они не учтены и меня всегда удивляет что наши государственные деятели некоторые теперь уже раньше то это вообще было поголовное раньше куда ни плюнь только смотришь все эти генералы вот с такими звездами несут ей хлеб соли падают перед ней на колени молятся ей крестятся такие они знаете православные стали совершенно забыли государственную присягу и вот сопли свои распустили такие боевые вот они вояки но это просто смех вот это смотреть когда какая-то маленькая женщина идет и указывает им куда им там упасть ниц и какие ее ботинки в каком месте правильно поцеловать понимаете это военных это опускает они не имеют права на такие подвиги несколько дней назад состоялось венчание этого гоши с его новой супругой ребеккой и вот в этот момент им была выделена рота почетного караула на что сергей шойгу отреагировал достаточно жестко он вынес там определенные порицания определенно дисциплинарные взыскания тем кто выделил эту роту почетного караула может быть он посмотрел или кто-то от него посмотрел мой ролик потому что все остальные почти все остальные они принялись вязать зад этому гоше как будто он наш действительный царь на самом деле еще раз говорю никакой он нам не царь он идет по линии армян грузинских царей и вот там он настоящий царь и нужно ему управлять именно там потому что вся его генеалогия идет из армении и грузии там он как раз исходится в этой генеалогии с нашим дмитрием анатольевичем медведевым там они являются братьями двоюродными или родными я уж не знаю но именно там рот этот закрепился первоначально а к нам уже вот этими манипуляциями стоя с другой женщиной кого-то куда-то подложили где-то у кого-то что-то там ну и короче получается вот эти все непонятные приемыши и эти приемыши в результате теперь вот из той самой грузии или армении они перейдя там еще куда-то в испанию вы какую-то англию они теперь пришли сюда и говорят мы вот настоящие романовы но я еще раз в своем этом выступлении подчеркиваю что у нас есть законная власть мы ее выбирали она части российского населения не нравится части нравится но так или иначе мы ее выбрали и мы не хотим никаких царей они нам за даром вообще не нужны и очередная здесь какая-то гражданская война между царскими последователями и путинскими то есть президентскими войсками нам не нужна и я удивляюсь почему путин так спокойно на нее реагирует ведь она же готовит вся эта семейка готовит государственный переворот и ее поддерживают там и киселев дмитрий который дает ей целые эфиры в этом самом ей или ее заступникам целые эфиры в своих передачах на втором канале и всякие эти пчеловые вы знаете такого в деятель он как бы типа историк хотя он даже не может объяснить откуда произошла его фамилия я помню тогда лет десять тому назад когда он еще был достаточно молодым у него спрашивали ну ты помнишь своих родителей то или каких-то откуда у тебя такая фамилия это пчелов она как не человеческая она какая-то на робота похожа я помню тогда что-то искали искали мы так и не нашли он даже не знает как правильно ставить ударение на тот момент сейчас может быть разобрался так вот он на кафедре вспомогательных дисциплин вы только поймите вспомогательных дисциплин это примерно допустим знаете как у нас делают все нормальные люди самолет а во вспомогательной дисциплины является обучение тех кто еще вот большой палкой гоняет ворон на этом самом налетном поле чтобы они там куда-то близко не подлетали чтобы не попадали тот самый двигатель вот это вспомогательные дисциплины и вот он сейчас тут недавно буквально неделю тому назад рассуждал по какой-то теме захоронения этих самых царских останков и по теме убиение царя человек совершенно не владеет историческим аппаратом лезет на центральные каналы кто его пропускает и что он делает он вот конкретно я просто на нем сконцентрировался потому что это мой теоретически как говорится вражина вот именно на этой почве и мы с ним так обосредованно он на меня очень много раз уже нападал по той теме что я вот против царя типа я еще раз повторю деятельность таких как пчелов киселев и тот мужик который дал почетный караул в питере она ведет страну гражданской войне почему да потому что все эти пчеловцы и потому что все эти романовцы они пытаются уверить нас русский народ что мы расстреляли их царя их армяна грузина английского царя у нас на территории хотя вы знаете как они мощно подделывают эту ситуацию раньше говорили что да там вот яков такой-то 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 все были из ближнего востока кто находился и стрелял по этому царю а вот когда сейчас челов уже выступает уже все поменялось там уже только русские понимаете а эти уже на второстепенных ролях мол типа да у них пистолеты были но они что-то вот там уже непонятно то есть теперь они хотят влепить полностью расстрел русскому народу и это ввести в вину русскому народу потом опять развесить свои плакаты как они уже развешивали все время я не знаю куда нас смотрит фсб но это точно подготовка гражданской войне государственную перевороту к гражданской войне они развешивают эти плакаты вбивают вину в нашего человека чтобы потом прийти сказать ты стрелял в нашего царя ты стрелял покайся и вот работай свою всю жизнь на нас такое вот ты плохой не было на руси царей я сделаю отдельный ролик на эту тему отдельный фильм не было на руси романовских царей все это вымысел вы мы сел и как произошли эти романы у цари нам показала это новая супруга этого гоши ребека смотрите какая ситуация вы только вдумайтесь она настолько изящная что мы все время пропускаем ее мимо своих очей когда из италии она типа дочь дипломата с такими данными как вот у ребеки и положено быть совершенно не похожие на итальянку тем не менее она вот из италии выехала как ребека и в италии и и все знают как ребека если она появится на каком-то собрании в италии и соседних государств и скажут ребека здорово мы рады тебя видеть тут же у нас она приехала и 12 по моему июня или июля она вдруг взяла и в православие перешла и теперь она виктория и у нас она воспринимается теперь как виктория мы и говорим здорово виктория ты у нас вот такая вот вот красивая просто вот до ужаса а там вот у них осталась какая-то ребека мы так понимаем то есть там была ребека у нас вот виктория и через какое-то время лет там через десять двадцать мы говорим да вот знаете наша виктория это на вашу ребеку то очень похоже и найдется какой-нибудь тусовщик который скажет а вот давайте я вам на фотошопе сделать смотрите две близняшки ребека и виктория две близняшки да вот смотрите и все и в результате в историю войдет действительно та самая ложь что у них была своя ребека у нас была своя виктория вот как это делается вот так абсолютно было и с тем самым николаем вторым он жил спокойно себе под именем георг пятый под католическим именем под англиканским именем там себе в этой англии фоток море посмотрите там все время путается название потому что я раньше не мог понять почему человек один почему его имена на этих фотографиях фотографиях из дома королевы виктории почему все время меняются его имена я раньше никак не мог понять теперь я вот на этой ребеке понял когда его отправили сюда на царение на княжение ему дали православное имя православное имя николай потому что николай это православное имя зимнего периода николай чудотворец и так далее ну Ну, то есть, приемлемые для русского уха. У нас на Руси Георгов не было, и никто бы не понял, что такое Георг, хотя нам пытаются вбить, что у него, у Николая тоже был какой-то брат Георг, который умер как раз в той Грузии или Армении, откуда теперь этот Гоша на нас идет такой вот, знаете, войной. Так вот, что и получилось. Оттуда из Англии выехал Георг V, а сюда приехал Николай II. И потом уже начались вот эти вот двойные, сдвоенные фотографии, что, смотрите, вот они типа близнецы, но не похожи, вот они двоюродные, но не очень, и всякая фигня. Но я вам еще раз говорю, у королевы Виктории есть в ее загашнике, она любила все эти делать фотографии, подписывать их, есть вот эти фотографии, где она пишет на одного человека сразу две подписи. Есть официальная под фотографией подпись, напечатанная, так скажем, которая говорит, что это Георг со своей там женой, а есть другая подпись, которая ею сделана от руки на этой же фотографии поверх, которая говорит, что это Николай. Вот так вот. И все эти вот преобразования через всякое крещение и перемену имен, они все время путают историков, и некоторые историки верят действительно, что какие-то люди были дважды, трижды, пятисот же и так далее. У нас есть только 5G реальные, а вот эти G все остальные, только G20 и вся эта G2, она нас уже замучила своими вот этими уголовными пролазываниями. К чему я все это говорю? К тому, что Романовы сюда пришли только вместе с революцией, еще раз говорю, с революцией, не ленинской, а предыдущей. И поэтому вы только в 18-м году, в 1918 году, вот этот преступный клан английский на нашей территории получил фамилию Романовы только в 18-м году, а на английской территории он же, этот клан, получил фамилию Виндзеры, тоже только в 1918 году. До этого года ни той, ни другой фамилии не было, посмотрите хотя бы любую энциклопедию. И когда нам такие историки, как Пчелов, заливают, что они у нас здесь правили там-то, там-то туда-то ездили, ребята, никто сюда ничем не правил. Я еще раз говорю, фотки не подтверждение, я сказал про того там дядю этого Гоши, он у нас где-то в Мурманске, да, действительно, есть фотографии, все эти цари сегодняшние, английские, действующие, живые, они вдруг у нас находятся там, вот в Мурманске, фотографии все есть, и там мэр Мурманска или кто там, губернатор, он действительно принимал этого царя, да, действительно. Но это не значит, что этот царь в эти годы правил здесь всей России. Да, он где-то высадился на своей лодочке, да, где-то заснялся, но это сессии для Инстаграма, это не государственная печать, так же было и с Романовыми. Да, где-то они у нас здесь прошли, где-то саблей махнули, где-то получили по башке, как в Японии, но это не значит, что они здесь правили. Кто здесь правил на нашей территории, надо искать. И я, например, уверен, что если мы снимем вот эту пену или накипь типа Пчеловых и Киселевых, то мы найдем нормальные исторические документы, которые нам расскажут о правильной, настоящей истории нашей Родины.